Дорогие друзья, в предыдущих трудах по новой космогонии Ходькова и Виноградки был выявлен главный, определяющий жизнь Земли момент, ее юпитерианское происхождение. Рассмотрение процесса атомного синтеза в звезде на основе дипольной структуры нейтрона позволило прийти к пониманию дипольной структуры усилующего атома с участием эфирных нейтрин. Начало было положено статьей о пульсации атома водорода как гармоническом колебании электрона в поле протона и книгой о словах космогонии. Итогом работы последнего десятилетия в области космофизики и космогонии с участием нашего соавтора Николая Николаевича, вот он здесь сидит, сейчас здесь подходил, пожалуйста, представься, явилась книга «В поисках родословной планеты Земля». Что же нового мы узнали теперь о родословной планете Земля как члену епитерианского семейства и всей Солнечной системы? В поисках родословной нашей планеты мы прошли от самых древнейших времен человеческого существования, двухмиллиарднолетней давности, и оставшейся от них информацией, не потерявшейся в реках и даже стоящей на практически верных позициях. Древние люди не были столь уличены большим взрывом, как их потомки, наши современники, отрицающие существование эфира и не признающие его как основу материального мира. В период, обозначаемый в текстах Махаткараты, первой Манватары, 1,9 миллиардов лет назад, человечество обладало знаниями об эфире как первоослове материального Вселенного и называло его подлинным светом, чудесным и непредставимым, вездесущим, скрытым неуловиной причиной реального и нереального. Древние наши предки постигли невидимый свет абсолютной тьмы, поэтому знали тайну вечного возрождения материи через одеты в абсолютно черное, извечно существующее излучение. Это потоки нейтрино, невидимое, продольное электромагнитное излучение, существовавшее всегда. Свет Солнца и звезд они ставили не на первое место, как по их понятиям относительно временные явления. Далее мы шли от Гераклита Пантийского, жившего за несколько веков до нашей эры и до наших дней с 1 по 21 век после Рождества Христова. И чем более мы удалялись от древности, тем фантастичнее становились идеи, обладевавшие ученые братья. Гераклиту Пантийскому еще досталось от древних египетян правильное возрение о Меркурии и Венере как производным звезды Солнца. В научной литературе о родословной Земле и за обноскопом других небесных тел наших звездок планетной системы бытует самое большее. Это то, что она может быть принадлежит к системе двойной или тройной звезды. Без конкретного на эти звезды указания. Красной нитью проходит отрицание существования эфира, поэтому любые измышления о механических взаимодействиях звезды с каким-то волокном не раскрывает смысла космогенеза как закономерного процесса рождения атомных вещества и небесных тел из них состоящих. Нам удалось показать, что родословная Земля связана закономерно с процессами, идущими в космосе в масштабах любой звезды планетной системы и в масштабах галактики. В космосе все взаимно обусловлено, поэтому родословная Земля неизбежно связана с процессами взаимодействия эфира с веществом и с процессами, идущими в звезде, главным созидающим звенья космоса. Планета Земля производная звезды Юпитера, ныне угасающего. Об этом не знали до 1988-91 года. Периода первых публикаций о законе взаимодействия и обусловленного атома образования и планеты образования, давшим методику исследования процессов, прошедших в Солнечной системе. До 1997 года была неизвестна разница в особенностях атома образования двух звезд, имеющих непосредственное отношение к планете Земля, Юпитера, давшего жизнь Земле, и Солнца, его молодого напарника, тесной двойной звезде. Теперь это подтверждено древними знаниями из Махабхараты и исследованиями индийского ученого Тилака. Благодаря публикации «Вреда значит знаний» 1997 года авторов Виноградова Алексея и Жарниковой Светланы. Теперь это подтверждено и ответом от космических обитателей Вселенной в 2001 году на радиопослание американских астрофизиков из Ари Силла. Вот в этой книге это есть. Послание и ответ получили. Также это у меня есть в брошюре комета, там, в киоске. Новая научная космогония показывает, что родословная планета Земля связана с существованием в прошлом двойной звезды Юпитер Солнца. Земля называлась из шестой брошенной Юпитер в оболочке в процессе его звездной эволюции после окончания синтеза шестого периода перемета. Смотрим на рисунок, на таблицу. Посмотрим на таблицу Менделеева, дополненную столбцом планеты образования Юпитера. Земля занимает свое место в строке последнего ряда шестого периода. Я обращаю на это особое внимание, так как в сборнике трудов конференции данная таблица опубликована без последнего столбца планеты образования, самого важного момента родословной Земли. Этим как раз обусловлен первоначальный состав вещества Земли, включающий все элементы шести периодов таблицы Менделеева, синтезированные Юпитером, в том числе такие важные для существования жизни, как биогенный углерод живой клетки, основу биохимии, обладающий уникальной способностью образовывать водородные связи кислород и азот. Из-за разрушения водородных связей в белках у них утрачивается биологическое действие, биологическое свойство, утрачивается жизнь в свернутых белках с ликвидированными водородными связями. Очень важен факт объяснения асимметричности атома биогенного углерода, непременного составляющего аминопеслон в белковых структурах и простейших углеводов сахаров, сахаров как носителей известных левовращающих и правовращающих форм оптической активности. Ведь до сих пор не было известно о строении асимметричного атома биогенного углерода. Поэтому не была объяснена структурно-оптическая активность сахаров и аминокислот. Пространственная асимметричность атома выявляется именно в представлении атома в виде депольной структуры, где валентные электроны совершают не вращательные движения вокруг гидраторов, называемого, а колебательные наружу-внутрь. Угольная кислота образована именно асимметричным атомом биогенного углерода. Это показано при иллюстрации 1. Я вам не хочу ничего. Вот видно, что асимметричное расположение валентных электронов, валентных деполий. Относительно одной они симметричны, а относительно другой они не асимметричны. Здесь показана на компуле и кислота, в центре которой находится асимметричный атом биогенного углерода. Подробно об этом можно также прочесть в нашей книге «Среди тысяч звезд», изданной в 2009 году в издательстве «Недра». Дальнейшее геологическое развитие планеты и расширение элементного состава ее вещества были связаны с процессами эволюции двух звезд, угасающего Юпитера и развивающегося Солнцем, с термоударными воздействиями взрывных волн вспыхивающих звезд и сбрасывающих свою внешнюю оболочку в момент завершения синтеза очередных периодов. Элементы седьмого периода Земля получила в свой поверхностный слой в момент седьмой вспышки Юпитера и выброса им в седьмой оболочке. Это трансурановые элементы и она находится очень неглубоко от поверхности. Влияние термоударных воздействий взрывных волн Солнца на земную кору проявилось не только возникновением глобальных диастрофизмов, датировки которых позволяют определить возраст его производства, от соответствующих периодов. Но более того, сопровождалось сбросом локализованных прослоек привнесенных чужеродных химических элементов, выделяющихся концентрированными скоплениями среди обычного рассеянного вещества земной поры. В 2006 году в нашей статье в известиях Русского Географического Общества впервые показана вероятность образования прослоек горючих ископаемых земли выбросами абиагенного солнечного углерода второго выброса Солнца, в том числе давших начало месторождением нефти и антрацитов. Это абсолютно симметричный атом петроэдрическому строению. Вот петроэдрическому строению. Весьма неактивный, но очень способный к полимеризации. Именно к возможностям этого атома несомненно относятся высказывания Менделеева. Ни в одном из элементов способны к усложнению молекулы не развита в такой мере, как в углероде. Поныне нет основания для определения меры полимеризации угольной, графитной, албазной молекулы. Недаром называют техническим углеродом сажу, получаемую при термическом возложении углеводорода из жидких компонентов нефтяного, каменно-угольного и нефтехимического происхождения. Называют его по-английски coal black. Исходное сырье для получения технического углерода антрациновое масло, битумы, нефтяные, мазуты, парафины, дизельное топливо, гудробы. Технический углерод не сродни углероду угольной кислоты, образующего основу живой клетки и воздуху существующего в форме СО2. Здесь уместно привести тот факт, что при попытке Менделеева получить в лаборатории нефтеподобные фракции на основе биогенного углерода углекислоты и карбоната синтезированные информации оказались отличающимися от природных киртей оптическими свойствами. Эти же оптические свойства лежат в основе различия геохимического метана от биохимического при одинаковой химической формуле обоих метан. Остается признать, что эти различия лежат в структуре самого атома углерода. В биохимическом метане атом углерода имеет асимметричную структуру живого углерода в основе геохимического симметричного тетраэнергический атом с угловой связи 109 градусов. Именно вот этот 109 градусов позволяет углероду образовывать цепочку, такую ступенчатую цепочку наподобие спирали. Если биогенный углерод образует спирали на основе водородных связей, то здесь эти спирали получаются совсем другим путем, именно на основе конфигурации самого атома. Эти атомы и метан на их основе должны отличаться друг от друга по оптическим свойствам. Последствия событий, попадание чужеродных элементов на земную кору имеют глобальное значение для планеты, так как абиогенный углерод препятствует биологическому восстановлению биосферы. Газы от сгорания угля и нефти и продуктов в их переводке биологически неуничтожимы, они не потребляются растениями, следовательно ведут к возникновению парникового эффекта в атмосфере, аналогичному происходящему на линере солнечных производных, как возникшему из-за скопления газообразных соединений абиогенного углерода СО и С2. На Земле С2 так мы не встречаем. Именно незнание свойств раздвоения углерода привело к тому, что дешевое производство белково-витаминного концентрата аэробным-никробным синтезом не оправдало себя как отдельная отрасль микробиологической промышленности. Пик этого производства в нашей стране упал на 70-е-90-е годы 20 века и сейчас сворачивается. На природном газе продукты распада коглевого угля и парафинах нефти с чужеродным углеродом, даже если бы он хорошо усваивался микроорганизмами, нельзя получить L-аминокислоты со структурой, дающей оптическую активность вещества. Углекислого газа продуваемого воздуха явно недостаточно для снабжения каждой молекулы аминокислоты асимметричным атомом. Поэтому микробный белково-витаминный концентрат – это смесь искаженных, деформированных клеток. Их даже можно представить как смесь отдельных раковых клеток, как, возможно, содержащих разные типы атомов углерода, если микроб их не распознал. И действительно, экология применения БВК в сельском хозяйстве как кормов для животных очень печальна. Микробный кормовой продукт с остатками неусвоенной микробами нефти имеет канцерогенные свойства. Продукты так называемого органического синтеза на основе процессов перегонки нефти, в том числе огромное количество скопившегося на суше и в океане полимеров, полиэтилена и пластических масс не разлагаются микробиологическим путем и являются неуничтожимыми в ходе естественных природных процессов в биосфере. Рыбы гибнут в океанах, поглощая полиэтилен и эту пластмассу страшную. Причем гибнут в колоссальных количествах. Выявлению глубочайших корней данной экологической проблемы стало возможным с принципиально новым подходом к проблеме определения причины раздвоения свойств углерода, обусловленного разным происхождением атомов углерода двух видов, биогенного и абиогенного, родного и чужеродного. Решение данной проблемы уже наметилось в ряде стран путем получения биотопии для автомобилей и тракторов вместо бензина и керосина на основе зеленой массы растительного сырья с углеродом биогенового происхождения. Это же относится также к биопластику вместо синтетических и перелогородных пластмасс. Посмотрим вырезку из газеты. Без бензина уже в 2018-м. Японский автопроизводитель Исузу представил один из первых обращиков биотоплива, в котором он собирается в течение четырех лет полностью заменить обычное горючее на общественном транспорте. В основе экологического топлива, эрглена, особый род микроскопических морских водорослей. Так что живой. Полученные новые космогонные результаты в процессе изучения родословной Земли открывают широкие возможности для дальнейших космно-физических исследований. И уже этими перспективами эта теория может продолжаться и жить дальше в веках. Желаем удачи и просим обратить внимание на книгу «Среди тысяч звезд в поисках водословной планеты Земля». Спасибо за внимание.